Добрый вечер, это «Политика» на Первом канале. Уже завтра Украина должна была подписать в Вильнюсе договор об ассоциации с Евросоюзом. Но сделка по разным причинам сорвалась. И теперь, вслед за словом «евроремонт» появилось слово «евромайдан». Все началось с заявления президента Украины Виктора Януковича. Я хочу, чтобы в нашей большой украинской семье был мир и покой. Как отец не может оставить семью без хлеба, так и я не имею права оставить людей на произвол судьбы с теми проблемами, которые могут возникнуть, если под давлением, которое мы ощущаем, остановится производство, и миллионы граждан будут выброшены на улице. Поэтому мне приходится прибегать к непростым решениям. Поэтому я иногда рискую быть непонятым. Это не только в Казахстане, но и в Казахстане, но и в Казахстане. Судя по тому, что мы только что видели, часть граждан действительно не поняли президента Януковича. Я хочу сказать, что две недели назад мы обсуждали в этой же студии тему интеграции Украины в Европу. И в конце программы задавали вопрос экспертам, среди которых были представители Евросоюза, подпишет ли Украина ассоциацию с ЕС. И большинство, почти все сказали, что да, обязательно подпишет. А я сказал, что нет. Александр, вы, понятно, что не могли сказать иначе, потому что вы, как известно, на две трети украинец. Поэтому вы как бы болеете за это. Вот. У меня вопрос к господину Велеру. Что случилось? Что произошло? Вы знаете, мне бесконечно больно и не совсем понятно, почему эти горячие, необходимые, правильные дискуссии, вот как здесь сейчас, не имели места, когда Россия вступала в ВТО. Вот вступила и вступила. Никаких плюсов, минусов, кто что получит, кто что потеряет. Ничего этого не говорил. А ведь это было наше дело. Сейчас, сейчас, сейчас. Я могу вам ответить на этот вопрос. Дело в том, что те люди, которые начали дискуссии о вступлении России в ВТО, к моменту вступления России в ВТО уже умерли. Очень долго длилось это, понимаете, все. Я не задавал вопрос. Я сказал, что когда речь идет об обсуждении важнейшей проблемы экономической жизни России, мы это не обсуждаем, когда речь идет о важнейшей проблеме экономической жизни Украины, для нас это роднее своего собственного. Когда в 90-е годы в Россию приезжали делегации депутации из Крыма, из Восточной Украины, говорят, ребят, это же Новороссия, это же никогда не было Украины. Мы в Кремле им говорили, ребята, мы поделили все по границам. Украина, независимое и суверенное государство, это так, и никакому пересмотру не подлежит. Теперь независимое и суверенное государство делает шаги, на которые имеет право, как независимое и суверенное, и тут мы говорим, что это неправда. А в чем дело? А очень просто, потому что есть ли спор у Украины с Россией? Нету. У кого есть спор? У Газпрома. С теми, кто потребляет газ на Украине. То есть у нас идет подмена проблем у российских проблемами Газпрома международными. Так не надо называть одно другим. Последнее. Когда Россия говорит, что, ребята, вот интеграция в мировое экономическое сообщество, это единственный путь, никакого изоляционизма, у нас нет выбора, мы пойдем только по этому пути и будем жить как все. И все должны сказать правильно, у нас нет другого пути. Когда то же самое делает Украина, это вредно Газпрому. Говорит, что это такое делает Украина? Почему украинские... Ведь Газпром это мы, россияне. Сейчас, сейчас, конечно. Ваша точка зрения, экономическое объяснение всему через Газпром очень понятна. Я вот хочу Сергея Борисовича спросить, а вы как считаете, вот действительно переживаем за братский украинский народ? Или это как-то неправильно просто изначально переделили тогда в 90-е годы, не без вашего участия, ну, в смысле того, что вы были активны в политике в то время. Вот по той границе, которая существует, таким образом образовалась Украина. Половина Украины хочет одного, другая половина Украины хочет другого. Ну, чего хочет Украина, мы давайте спрашивать у украинцев. Что касается того, как поделили, поделили ровно по тем границам, которые были установлены большевистским режимом в бывшем Советском Союзе. Ну, то есть, как карандашом Сталин по карте там и Хрущев прочертили, так и поделили. Как это сделали и как это скорректировал товарищ Хрущев? Ну, вы считаете, мы из-за этого же переживаем теперь, да? Так это все и разделилось. Мы из-за этого же переживаем. Там же 17 миллионов русских. Мы переживаем по многим причинам. Здесь вопрос не в арифметике. Здесь вопрос не в арифметике. Ощущение родства между гражданами России и гражданами Украины существует как объективный факт. У кого-то он основан на прямом родстве, кровном родстве, у кого-то он основан на общем советском опыте, на общих эмоциональных переживаниях, на замечательных воспоминаниях о совместно прожитых годах и так далее, и так далее. Вот это эмоциональное богатство нашей взаимной приязни, оно пока существует. Ну, то есть фактически как ГДР и ФРГ. Но мы рискуем даже лучше. Даже лучше. Даже глубже. Мы эмоциональнее, чем немцы. Но мы рискуем это замечательное богатство утратить. Почему? Потому что сейчас вот тот стиль полемики, который мы себе почему-то усвоили в отношениях с нашими украинцами, в нем очень много пренебрежительного высокомерия, очень много оскорбительной иронии. Дескать, куда вы денетесь, что вы там можете, что вы производите, что вы можете экспортировать и так далее, и так далее. Что вы можете вообще сами без нас. И вот это самое страшное, что мы сейчас можем предложить и произносить. Хорошо. Надо менять риторику. Вы знаете, вот это очень интересный вопрос к тому, что вы сказали. Дело в том, что мы как раз когда говорили об этом две недели назад, всем нашим собеседникам, в том числе господину Кличко, который к нам присоединился из Киева, задавали действительно этот вопрос. Ну, просто это действительно интересно. А что Украина будет экспортировать в Европу? Господин Кличко сказал, чернозем. Значит, возможно, это нужно было иначе формулировать. Ну, во-первых, это правда, потому что я был свидетелем этого дела. Во-вторых, слава Богу, что Кличко говорил с нами из Киева, а не из Германии. На секундочку. Ну и хорошо. Чернозем импортировали в годы войны. Немцы эшелонами вывозили украинскую землю. В Украине сегодня чернозем мы считаем продавать нельзя. Земля принадлежит украинскому народу. Что мы можем экспортировать? Продукты, ум, технологии, ракеты, самолет. Какие продукты, какой ум? Какие продукты? Вы чье сало едите в Москве? Вы чье сало? С бессарабки? Вы чьи огурки ездите? Помидоры, огурки, хлеб и так далее. Что на самом деле нужно Украине? А чернозем не отдадим. Все, про чернозем разобрались. А что будем, все-таки туманно. Ей две вещи нужны. Ей нужны технологии и инвестиции. Причем, поскольку нужно менять весь технологический уклад, он устарел безнадежно. Поэтому эта инвестпрограмма колоссальная на 15-20 лет. Кстати, у России та же проблема. Просто мы ее можем отложить, поскольку у нас есть нефтегазовый ресурс, а им нечего откладывать. Можем ли мы быть источниками технологий и инвестиций для Украины? В ограниченном масштабе можем. Но даже то, что можно сделать и давно нужно сделать, мы не используем. Где крупные инвестиционные совместные проекты между Россией и Украиной? Где они? Понимаете, тут... Даже Каба Антонова мы не можем привлечь. Сергей Борисович, тут... Даже этот проект... Мы правда переживаем за Украину и понимаем, что Украине, так же, как и России, нужно технологически модернизироваться, переоснащаться, менять систему здравоохранения, систему правопорядка и так далее. Но понимаете, в чем дело? Пока все это будет происходить, что будут кушать наши украинские братья? Есть они, что будут. Потому что все это переоснащение чревато полным закрытием промышленности. Поэтому, коль скоро у нас ничего в этом смысле не горит, надо двигаться таким образом, чтобы то, что имеем, не потерять. Хорошо. У меня вопрос к господину Костину. Каким образом позиция России должна выглядеть для того, чтобы быть привлекательной для Украины? А по-моему, та позиция, которую президент заявил, она и должна быть для Украины максимально привлекательной. Это внутреннее дело. И, собственно, украинский народ, украинское руководство избранное должно принимать решение. И оно решение принимает. По-моему, то, о чем говорил сегодня президент Украины в начале нашего эфира, это решение принято абсолютно в интересах украинского народа. Для того, чтобы защитить простых граждан. И для того, чтобы защитить национальную экономику. Но, тем не менее, это решение вызывает серьезные протесты на Украине, у той части украинцев, которые раньше говорили о цене ассоциации с Европой. А теперь они говорят, да бог с ней с ценой, нам просто вот надо и все. Вот любой ценой уже. Ну, здесь, знаете, у тех, кто организует Евромайдан, кто выходит на Евромайдан и выступает с трибуны Евромайдана, знаете, а в этом смысле какое-то почти детское нетерпение и очень короткая историческая память. Да, я хочу напомнить, что первый Майдан дал Украине. Он дал Украине третий тур выборов и полный крах в экономике был. Да, если мы посмотрим, как ухудшился уровень жизни в Украине за время правления Ющенко, то это просто, ну, это, по-моему, сопоставимо с первыми годами перестройки, когда вот пошли эти дезинтеграционные процессы. И сейчас этот Евромайдан, они чего добиваются? Ну, допустим, будет так, как они хотят. Что будет? Дефолт через два месяца? Евросоюз, который сам находится в не лучшей экономической ситуации, что, будет каким-то образом помогать Украине? Каким-то образом платить? Вряд ли. А давайте мы этот вопрос зададим нашим украинским гостям. Что вы думаете, как будет развиваться событие? Да все будет нормально, все будет хорошо. Все разоворы о дефолте, о том, что нечего есть там будет, это все сказки. На самом деле, Украина и себя прогодует, и Россию прогодует, и полмира прогодует. Я ему не прогодувал. Потому что, отвечая на ваш вопрос, мы белорусское салто едим. Белорусское. Неправильное сало едите. Правильное. Но соломки копченые. Немецкие экономисты, они говорят, что очень выгодно покупать украинский мед, переупаковывать их в немецкие баночки и продавать, как немецкий мед. Вот это, я понимаю, ассоциация с Евросоюзом. Прогодувалы? Все прогодувалы. Теперь представь себе Израиль, который покупает сало, пакует его в баночки и продает куда? И пишет курятец? А не, обратно на Украину, но уже с надписью «Кошер». Есть предложение. Вот господин Косин очень важную вещь сказал. О том, что решение, которое принял президент Украины, Янукович, это правильное. Но вы забыли сказать одну более важную вещь. Что эти решения принимались под шантажом России, под давлением России. И когда вы здесь были... А в чем шантаж? Ну, премьер-министр Азару сказал, что Россия давит, Янукович говорит, что Россия давит. Значит, Россия давит одним простым способом президент Украины. Мы говорим не об экономике. Россия и Украина нужны как политическая составляющая. Мы не против. Я хочу, чтобы наши зрители знали. Давайте мы сейчас поговорим об экономике и об Российской России. Можно конкретный вопрос еще? Надо ответить, что Россия давит. Что значит Россия давит? На место Украины в Европе. И дайте нам возможность независимому государству. А что значит Россия... Выбирать свое место, где нам же... Слушайте, никто не против. А что значит давит Россия? Можете сказать, что такое Россия давит? Что это значит? Давайте наконец поговорим серьезно. Не на уровне мед, сала. Это не самые дорогие вещи в мире. А вас я вообще не перебивал. Так, давайте. Так вот. Вы начинаете? Надо исходить в отношениях с Украиной и Россией и Евросоюзом. Из того, что геополитически Украина так расположена, что на нее будет давить Евросоюз с одной стороны, Россия с другой стороны. Почему? Я прошу, чтобы все здесь поняли. Россия, Украина, это очень богатая, самодостаточная, переживающая некоторые трудности. Но все страны сейчас переживают трудности. Но очень привлекательное государство. У нас есть работящий народ. Это доказывает, скажем, наши рабочие здесь в Москве на стройках. Хотя бы. Яркий пример. Они работают, согласитесь, лучше, чем представители других национальностей, которых я не хочу обидеть. У нас есть Южмаш, который производит ракеты. Это ракеты советские. Эти ракеты, как ни странно, мы производим совместно с вами. Мы вместе производим. Но будете ли вы их теперь в Европу экспортировать? Я вам хочу сказать одну вещь. Они экспортируются и в Европу, они экспортируются и вообще по всему миру, потому что на основе проекта наших ракет, Днепропетровских, работает проект Силанч, морской старт. Это нормально. Ответьте о давлении, на вопрос о давлении. Каким образом Россия, как сказали ваши коллеги, давит и шантажирует Украину? Каким образом? Вот мы знаем, что Украина это прекрасная, богатая, любимая нами страна. Это мы поняли. Вот каким образом Россия шантажирует Украину? Вы знаете, и я это понимаю. Но как гражданин Украины, который выступает за очень тесное сотрудничество с Россией, я хочу сказать. Проблемы между нашими странами сейчас в психологии. Вы знаете, вот просто, извините за выражение, и в Европе, и в Москве должны рано или поздно осознать, что дешевые хохлы кончились. Вот с данного момента существует Украина, существуют украинские гражданы, русскоязычные, украиноязычные, какой-то процент чистых этнических русских, какой-то процент крымских татар, венгров, болгар. Это тоже, как и Россия, многонациональное государство. И если мы будем разговаривать не как на базаре, оперируя баночками с медом, а как люди, несущие ответственность перед своими народами, перед своими государствами, перед нашей общей историей и перед нашим общим будущим, у нас будет все нормально. Согласен с вами. Пожалуйста, вы хотели высказать свое мнение по поводу того, что сейчас происходит на Украине. Вам эта тема, насколько я понимаю, тоже, в общем, близка. Близка, но мне кажется, что мы очень и очень предварительно обсуждаем итоги и решения украинской власти. Украинская власть в дальнейшем будет маневрировать ближе к Евросоюзу, дальше от Евросоюза, ближе к России, дальше от России. И в данном случае, как мне представляется, Янукович разменял свое будущее президентство на близость с Россией. То есть, если бы Украина сейчас подписала евроинтеграционные документы и выпустила Тимошенко, это значило бы для Януковича, что следующий президентский срок не его. Но он мог бы разменять на близость с Европой свое будущее президентство, так тоже бывает. Вот об этом я и говорю. То есть, у него это не получилось, и он разменял с Россией. Вот об этом я и говорю. Но мне кажется, что наше, как бы, такое горячее вмешательство в то, как жить в Украине, оно очень и очень приблизительное. Нам важно понять, а почему украинский народ, почему Украина стремится в человеческом смысле, безусловно, большинство людей, живущих на Украине, стремятся в Европу. Они стремятся в Европу или они стремятся от России? Этот вопрос, который стоит, на него нет однозначного ответа. И в этом смысле нам нужно думать, что же делать нам в России, чтобы быть привлекательными для Украины, для людей, живущих на Украине. Какие стандарты люди, живущие на Украине, видят в Европе и видят в России? Я понял. Что надо делать России, чтобы быть привлекательной Украины? Я на этот вопрос уже отвечал. Я хотел бы все-таки очень часто оперировать сегодня к мнению украинского народа. Данные социологических опросов никто не приводит. Так вот, я хочу сказать, что те, кто хотят, поддерживают вступление в Евросоюз, 39%. И эти цифры, эти данные, ну послушайте. Большинство. А, соответственно, те, кто хотят сближения с Россией, 37%. То есть цифры сопоставимы. Мы можем, вы можете привести свои цифры. Это те, которые публиковались и в Европе, и самим Евросоюзом. Полгода назад, да. Те, которые публиковались в Украине на прошлой неделе, коллеги. И плюс ко всему я хочу сказать, что коммунистической партии украинской удалось собрать 3,5 миллиона подписей за то, чтобы Украина оставалась с Россией и не вступала в Евросоюз. Что нужно делать России, чтобы быть привлекательной для Украины? Вы знаете, тут коллеги украинские оперируют некими своими иллюзиями. Нам нет необходимости предполагать, что будет с Украиной, если она вступит в Европейский Союз. Потому что есть примеры того, что происходит в государствах вступивших. Например, Литва и председатель, посол Европейского Союза у вас был, он как раз литовец есть. Вот он не рассказал о том, какие, например, литовские продукты появились на европейских рынках. Потому что не появились. И вы тоже, вы говорите, товары будут, какие товары вы не можете сказать. Потому что их не будет. То, что сказал Кличко, агропром, какие... Второй раз, я считаю, что он позитивно влияет на развитие демократических преобразований в Украине. То есть хорошо? Позитивно влияет. Тем более, что молодежь, и нужно прослушиваться молодежи, в том числе нам, политикам. Но я хочу немножко прокомментировать в отношении, что мы шли в одну сторону, и вдруг мы его за ночь передумали в одну ночь. Друзья мои, не в одну ночь. Давайте мы... Я депутат Верховного Совета Украины. Третьего созыва. Украина на протяжении последних лет действительно реформировала свое законодательное поле к современным цивилизованным нормам, в том числе брала за образцы лучшие юридические документы, традиции, стандарты Европейского Союза. Потому что наше население, европейцы, мы хотим жить по стандартам. Не совсем в Европе, а по стандартам лучших цивилизованных сегодня способов. Это первый вопрос. Второй вопрос. Конечно, у нас возникли трудности на этом пути, когда мы развивали свое законодательное поле, когда мы интегрировались в европейское пространство. Но это экономические трудности. Но мы говорим... Так, давайте разделим следующий вопрос. Украина должна привести стандарты. Мы не против. Украина должна привести законодательное поле и иметь избирательную систему лучших традиций сегодня цивилизованные страны. Мы не против. Что мешает? Но возникает третий вопрос. Возникает третий важнейший вопрос. Это экономический вопрос. А теперь давайте посмотрим. Янукович и наша команда не шли там, что мы в один день хотели подписать, а в один день пересмотрели. Действительно, это процесс трехлетней давности. Но за три года произошли громадные изменения в геополитическом положении мира нашего. С одной стороны. С другой стороны, в Украине таким же образом повлиял ход развития экономики в целом. Ну, то есть похуже стало в Украине с экономикой. В Евросоюзе тоже. Потом. Ну, в Евросоюзе тоже стало похуже за эти три года. И в России тоже стало похуже. Везде стало похуже. Если вы позволите, я завершу. Теперь в отношении давления. Вы понимаете, конечно, Украина ощущает давление. И политическое, и экономическое. И со стороны Европы. Подождите. Я и в том числе и с Россией. И с Европой. И, например, я вам как один элемент перейду. Полный диктат в экономике со стороны Европы. Европа запрещает нам даже кур выращивать на приусадебных участках. Пример один. Международный валютный фонд предоставил при Юлии Тимошенко, когда она была премьер-министром, краткосрочный кредит для украинской экономики. Соответственно, краткосрочный период закончился. В этом, в следующем году, Украине нужно вернуть 5,7 миллиардов долларов. Что Международный валютный фонд, интегрируя нас и приглашая нас в свой клуб, что они нам предлагают? Мы, говорит, вам дадим ровно столько денег, сколько вы нам должны вернуть. А мы говорим, а что же с нашей экономикой? Наша экономика связана тесно, и треть нашего валового продукта, и наша продукция идет с Российской Федерации. И я разделяю вашу точку зрения в Российской Федерации. Вы защищаете свой рынок. И Янукович, в том числе, Николая Азару, в том числе, посчитали. Потому что это процесс годичной давности. Так, защита или давление? Нет, а в чем давление? А в каких-то давлениях, в российских, в российских, в российских, в российских. Секунду, а с Тимошенко, разве это не давление? Вот, смотрите, по Международному валютному фонду. Мы говорим про давление, а не про экономику. Мы говорим про давление. Я хочу, секунду, коллеги, я хочу предоставить слово Александру Гордону, который терпеливо молчал, несмотря на свою украинскую кровь, и услышал следующее. Первое, что дешевые хохлы кончились. Вопрос, кому нужны дорогие. Может быть, обсудим. Второе, что Украина испытывает колоссальное давление от России. Ребят, а пункт договоренности, который предполагает, беспрецедентное, ни разу в мире не встречающееся условие, что Юлия Тимошенко теперь частное лицо, для того, чтобы страна вступила в Евросоюз в будущем, будет выпущена из тюрьмы вопреки украинским законам. И это не давление. Сейчас, погодите, у нас есть Николай Иванович, который адвокат Юлии Борисовны. Есть адвокат. Если она сама отказалась, почему она объявила голодовку? Сейчас, скажите мне. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас, на секундочку. Коллеги, вам. На самом деле, если речь касается Юлии Тимошенко, то вопрос чрезвычайно просто стоит. В Украине некомфортно жить цивилизованным людям, пока есть хотя бы один политический заключенный. Схема абсолютно простая. Как только будет выпущена Юлия Тимошенко, которая осуждена незаконно, безусловно, Украина сделает серьезный шаг вперед демократическим ценностям. Куда сделать? Вперед куда? К демократическим ценностям. Вы, наверное, не услышали то, что я сказал. Вперед туда, куда уедет Тимошенко после того, как ее отпустят. А то, что произошло в Украине на прошлой неделе, чрезвычайно значимо, глубоко и интересно. Оно, безусловно, войдет в аналы и дипломатии, и политики. Потому что произошло событие, в результате которого кардинальным образом изменилось состояние украинского общества. Одно заявление украинского правительства перевернуло фактически состояние Украины. Украина сегодня не такая, какой она была еще неделю. И когда показывают картинку о том, что в Украине происходит столкновение с милицией, я хочу сказать, что в Украине Евромайданы шесть дней люди поют, радуются. Многие люди с вот такими... Вот я хотел спросить, почему эволюция должна начинаться с концерта? Объясните мне, пожалуйста. Только несколько столкновений были с полицией. Это столкновение, абсолютно допустимое напряжение, если есть напряжение политической жизни. Вы не ответили на мой вопрос. Вы помните прецедент в мировой практике, когда судьба одного человека, пусть даже такого красивого, как Юлия Тимошенко, затмила бы собой судьбу страны, когда было поставлено условие, что судьба одного человека и судьба одной страны, они на одной чаше весов. Это, по-вашему, евроинтеграция? Это, по-моему, постановка вопроса, которую вы сейчас представили. Постановка вопроса таким образом не стоит. Более того, в средствах массовой информации представлена позиция Юлии Тимошенко. Я не уполномочен сейчас представлять ее позицию. Она представлена в средствах массовой информации, и она абсолютно очевидна и проста. Тимошенко говорит о том, что в первую очередь должна быть решена судьба украинского народа относительно его стремлений. Стремления украинского народа сегодня определены. В 60% населения страны, это 30 миллионов из 46, абсолютно четко сформулировали свой интерес, и он нацелен на европейские ценности. Тимошенко говорит о том, что именно эта позиция является ключевой. Если при этом будет разрешен вопрос Тимошенко относительно ее освобождения, это, безусловно, позитив, и мы все к этому стремимся. Все понятно, понятно. Скажите, пожалуйста, как, на ваш взгляд, развитие ситуации в Украине, и протесты на площадях, и концерты на площадях, и желание большинства ассоциаций Евросоюза, как это скажется в ближайшие недели на политической ситуации между Россией и Украиной? Когда говорят о желании большинства, забывают, что и мы, вы правильно сказали, Михаил Васильевич, совершили одну ошибку, не обсудив очень грамотно на всех этапах вступления в ВТО. И украинцы сейчас тоже совершили эту же ошибку, не обсудив, как предлагал Симоненко на референдуме, условия вступления. Все забывают об одном. Это неассоциированные членства, собственно говоря, в которые вступила еще Турция, например, в 1963 году, до сих пор не может в Евросоюз вступить. А это всеобъемлющий договор об открытии границ. Все таможенные границы открываются. Ну тогда, милые мои, вы должны посоветоваться со своим соседом, куда эти товары должны хлынуть. Поэтому это не давление. Это не давление. Это вам сосед говорит. Подождите. Сосед соседу, сосед соседу, брат брату. Вот вы союз создаете. Например, я у меня хутор, и вдруг я вижу, что автомобиль, который вы купили в Германии, идет ко мне без таможенных пошлин. Потому что у нас с вами два года назад заключено соглашение о зоне свободной торговли. Не забудьте об этом, где обнулены все таможенные пошлины. Что должен сосед сказать? Сосед должен сказать, милые мои, давайте по-соседски работать. Передергивайте. Если вы отнесли, что передергиваете, я с вами говорю. Теперь о том, о чем вы сказали. Кроме Тимошенко, о которой все знают. Вот это восточное партнерство, которое завтра должно состояться заседание, итоговое, третье заседание, с 2004 года оно работает. Там было и парламентское измерение. Я как парламентарий вам расскажу, как это было парламентское измерение. Запад предложил, Евросоюз предложил, и Европарламент. Давайте мы все в этих шесть стран приглашаем к нам в Европарламент. Вот вам квоты. Но сразу вам говорим, белорусы, мы даем квоту для оппозиционеров, для Лукашенковского парламента, как они его называют, не будет. Это не удивительные сказки. Это не удивительные сказки. Вы можете... Почему этого в принципе не бывает? Послушайте меня, послушайте меня, я вам рассказываю о парламентском измерении Европарламента. Об этом президент России сказал. Я не знаю, что Европарламент вам сейчас диктует, кто у вас будет сидеть в Европарламенте. Это во-первых. Во-вторых, вы не будете завтра членом Европарламента. Вы завтра не становитесь, членами Евросоюза, запомните. Но уважаемые российские коллеги, мы же на самом деле не возражаем против того, чтобы договариваться с Россией, обсуждать... Конечно, мы советуемся. А вы говорите диктат. Какой диктат? Наконец-то Путин вам сказал, милые мои, да идите куда хотите. Но вы должны соблюдать наши правила тоже. Мы за то, чтобы разговаривать с Россией. Россия наш стратегический партнер, наш друг, наш сосед и так дальше. Но у нас есть собственные национальные интересы. сопрягайте их с нашими... Наш национальный интерес в Европе. И мы предлагаем вам вместе с нами идти в Европу. Так мы сказали, идите в Европу. А вы нас тянете назад. А вы нас тянете назад. Послушайте, уважаемые коллеги, вот на самом деле, вы знаете, я перед... Когда мы готовились к этому эфиру, один из специалистов по Украине сказал следующую вещь. Он говорит, понимаете, разница между экономикой Европы и экономикой Украины настолько огромна, что движение Украины в Европу гораздо более протяженно, тяжело и сопряжено с гораздо большими издержками, чем движение совместное с Россией. Разница России и Украины не так велика. Нет, мы не подтягивайтесь. Мы не подтягивайтесь. Президент Янукович предлагает завтра в Вильнюсе будет предлагать европейским партнерам совместные переговоры. Мы-то здесь совместные, да. Мы просто рассказали вам о том, что... Сейчас, сейчас. У вас есть сосед, скажите, что такое... Значит, уважаемые господа, уважаемые господа, у нас, у нас есть возможность спокойно дать сказать даме. Пожалуйста, не кричите. Я вас прошу. Я не знаю ни одного литовца, который хочет в Россию. Но глаза грустные у них. Хватит... Глаза грустные. Хватит врать... Украине так к женщинам относится, что... Хватит врать своему народу. Вы обещаете... Подайте же сказать, вас не перебивали. Вы обещаете повышение благосостояния. Вы обещаете рост экономики украинскому народу. Ничего этого не происходит. В то время как... Тем более во время экономического кризиса в Европе идет там какой-никакой полпроцента рост, спад среди тех государств, которые недавно вступили в Европейский Союз, в Литве, пусть вам это не нравится, 17 процентов. За последние 10 лет, и Литва находится в Европейском Союзе с мая 2004 года, полмиллиона, это из трех-то миллионов литовцев, уехали в Европу. На что они могут рассчитывать в Европе? Я считаю, что украинцы, как и русские люди, народ европейский. Мы по уровню культуры дадим среднестатистическому европейцу фору. Но это наше самоощущение. Но однако европейцы, ни украинцев, ни русских таковыми не считают. И турки, это ваше достоинство. Послушайте, но самоощущение украинцев, самоощущение украинцев тоже, что они европейская страна. С каких пор Крым, Украина? Вспомните, о чем говорили? Господа, 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 я вас попрошу, не надо говорить одновременно. Это нас не приведет ни к чему. Прихоть Круссева привела к тому, что вдруг это стало Украины. Что мы показали, что якобы идет давление России. Социология была другая. Тогда действительно было 50 на 50. После того, как телевидение украинское показало вот это вот оголтелое выступление элит о том, что якобы Путин давит на, или там Россия давит на Украину, конечно, изменились предпочтения. Слушайте, ну давайте... Потому что нужно объяснять людям, людям надо объяснять элиты. Не вот так спорить без кремлений. Давление не было в конце. Я хочу дать слово вашему коллеге. В любой союз есть плюсы, есть минусы. Давайте послушаем украинскую сторону. Давайте послушаем украинскую сторону. Дорогие друзья, значит, секунду. Для меня Украина это правильный народ. Мы можем пережить все. Мы уже все пережили. Мы Крым-то пережили. Мы пережили все. Вишневый сад. Да какой Вишневый сад? Это для нас Украина это наша красивая сестра, которая решила выйти замуж за чельского дальнобойщика. Пожалуйста. Уважаемые господа, я вам хочу сказать всем россиянам то, что я ощущаю находясь в парламенте Украины. Первое. За последний год у нас был разговор только один, политический. Это освобождение Юлии Тимошенко. Никто с европейских комиссаров в том числе никогда конструктивно не говорил с Украиной что будет с экономикой ее. Это первый факт. Второй факт. Я очень рад и вы должны почувствовать что позиция Януковича в плане что она оставила этот процесс вдруг позволила говорить сегодня о Украине и о тех проблемах которые есть. И в том числе наших отношений между Украиной и Россией. Друзья мои, Россия тоже имеет вину и должна признать вину в том, что случилось сегодня в общественном мнении идем мы в Европейский Союз или не идем мы в Европейский Союз. Потому что последнее время конструктивного диалога в экономических программах у нас не было. Не было. Не наведете ни один пример ни в авиастроении ни в судостроении ни в аграрном ни в секторе ни в других. Поэтому мы должны перезагрузить свои отношения на мой взгляд. И вот этот стресс который мы получили я надеюсь что в вашей политике получили позволяет нам остановиться и пересмотреть наши отношения. Следующий вопрос. Я хочу вам сказать что общественное мнение которое формируется оно формируется вы знаете каким способом. И понятно что если три года постоянно с экрана телевидения говорят только о хорошем якобы о таких знаете аморфных замках что в Европе нас ждет. Мы в Европе не идем мы как были украины так и остаемся украиной. А если мы пойдем туда то те кто пошел уже там работает. А те люди которые живут они останутся там жить. Но стандарты которые мы должны принести это время это усилие это огромный капитал и эти деньги никто нам просто так не даст. Напомню вам Украина провозгласила безъядерный статус. Горе. Обещание. Украина вела так же как Россия длительное время присоединение к всемирной торговле организации всемирной торговли. В результате Украина сегодня имеет порядка около 400 позиций товарной продукции которые она не знает что делать потому что уничтожен внутренний производитель внутренний рынок путем поставки дешевого товара. Чего это мы говорим сегодня? Потому что так же принималось решение вступления в ВТО. Мы вступали в ВТО никто не считал с математикой с карандашом. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это программа политика и сегодня мы говорим о главном событии этой недели о том что происходит на Украине. Я хочу сразу передать слово моему коллеге Александру Гордону. Александр, пожалуйста. Скажите, Павел как далеко Украина готова пойти вдаль от России? Что она готова сделать для того чтобы удалиться максимально? Украина не собирается удаляться максимально. А вообще есть два ключевых вопроса чтобы ответить на ваш вопрос. Первый почему все-таки Украина двинулась по пути подготовки подписания соглашения по евроинтеграции с Европейским Союзом а не по пути например подписания соглашения вступлений в Таможенный Союз и второе почему на прошлой неделе правительство Украины приняло решение о приостановке этого движения и ваши ответы и мои ответы я начну со второго потому что я принимал участие в этом заседании Кабинета Министров знаете когда было сказано что с начала года объем товарооборота между Украиной и Таможенным Союзом это прежде всего Российская Федерация упал на 25% когда аннулированы российской стороной или остановлены почти все сертификаты например на импорт вагоностроительной продукции из Украины это около одного миллиарда в год когда в день как объявили некоторые министры идет потеря рабочих мест 20-25 тысяч человек теряют работу сейчас в Украине это тоже аргумент ну и несколько других аргументов валютный фонд обещал Евросоюз содействия в плане там поддержки в валютном фонде валютный фонд написал на прошлой неделе официальное письмо на 40% повышение цен на газ для населения на 40% повышение цен на коммунальные услуги соответственно заморозка заработной платы в бюджетной сфере ограничение дефицита бюджета и так далее целый ряд мер не предложил при этом никто никаких источников финансирования этих переприятий не предложил на Майдане об этом не знают там совсем другая там совсем другая история вот это ключевой ключевой вопрос плюс дополнительно премьер-министр говорил еще более месяца назад переход на европейские стандарты нам обещали помощь оценивается для Украины расходы 165 миллиардов евро за 10 лет около 20 миллиардов в год нужно расходовать сейчас этих денег нет Евросоюз не услышал этих обращений вообще та помощь о которой идет речь официально ну вот Евросоюз предложил есть в Верховной Раде там на ратификации соглашение о макрофинансовой помощи всего 610 миллионов евро говорят что может быть будет миллиарен девушку гуляют а за ужин не плачут понятно можно сюда понятно а вам встречный вопрос как далеко Украина готова пойти к нам на встречу вот скажем с вашей точки зрения Украина готова вступить в таможенный союз или нет с моей точки зрения Украина конечно не готова вступить в таможенный союз и как бы правда она посередине на самом деле схема которая предлагалась Евросоюзом Украине она достаточно простая как только будет подписана ассоциация придут горячие деньги подорожают украинские ценные бумаги плюс конечно суверенного дефолта не будет МВФ либо там европейский центральный банк кредиты конечно они дадут именно поэтому один из известнейших американских инвестфондов скупил 20% украинского долга и прогорел почему они его перепродадут по любому дефолта не будет они его перепродадут с хорошей прибылью дальше что будет Россия закрывает рынок на Украине встают заводы резко ухудшается торговый баланс но за счет притока капитала из Евросоюза гривна не рухнет ну там плюс-минус несколько процентов Украине удастся модернизировать свои основные фонды и наладить экспорт уже в Евросоюз они получат интегрированную в Европу экспортно ориентированную на Европу экономику как скоро но это такое было предположение это модель это 3-5 лет это получилось в Польше это получилось в Турции это провалилось в Прибалтике оценивать получится не получится можно ну как угодно мнение ну скажем так мирового Уолл-стрита что 30% успеха а что предлагает Россия Россия на самом деле ничего не предлагает это защитная мера своего рынка прежде всего господин Янукович он просто ситуацию подвесил фактически скорее всего до президентских то что предлагает Россия сегодня объявил с утра Янукович он сказал что за 300 мы готовы танцевать а за 500 не готовы имеется ввиду цена на газ цена на газ отдельная история не только не только все кто входит в таможенный союз вот 3 страны сегодня вы должны сказать правду вообще не первая Украина отказалась сейчас вообще осталось 2 страны из 6 которые должны были приехать в Вильнюс и подписать соглашение 2 Грузия и Молдавия это раз второе таможенная зона предполагает не только цену на газ вовсе не только цену на газ на все энергоносители для собственных нужд вы будете получать по ценам внутренним которые получает и Россия тоже цена для Туржи и для России это раз плюс и машиностроение и вагоны которые вы потеряете действительно вы потеряете давайте 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 я расскажу что дальше значит что касается цены на газ цена на газ для Украины сейчас европейская цена в Европе на газ это действительно рыночная цена но она действительно в 2 раза выше например чем в Азии если Российская Федерация захочет чтобы у Украины был более дешевый газ это можно сделать в России есть Россия сделает это или это можно сделать это можно сделать я объясню сделает или нет это политическое решение договорились они об этом или нет мы скоро узнаем но кроме Газпрома в России есть независимые производители газа ваше мнение договорились они об этом или нет 300 а не 500 договорились или нет мы не знаем объем добычи на Ватек плюс Роснец сейчас у вас всех будет возможность высказать значит у меня очень простой ко всем присутствующим в студии вопрос вот завтра в Вильнюсе будет проходить судьба возможно это будет продолжение президентства если не дадим будет другой президент который любой другой президент поведет Украину в Европу Украина вступит в саможенный союз нет не вступит понял вас скажите пожалуйста ваше мнение такое вот как будут развиваться события вам из рады виднее я всегда выступал и убежден а теперь тем более рад что произошло такое событие которое остановило Украину в продвижении Европы потому что Украина получила бы крах экономической нашей системы это первое второе я убежден что после саммита в Вильнюсе произойдет перезагрузка наших отношений с Россией с Федерацией и я убежден и призываю всех политиков и граждан способствовать этим процессам потому что мы должны пересмотреть на совершенно других позициях наши взаимоотношения и эти взаимоотношения имеют историческую будущее перезагрузка это что это все-таки что-то делать вместе таможенный союз я не знаю какие-то совместные действия возможно модернизация таможенного союза возможно модернизация нашего большого договора или дополнение к большому договору дружбы и сотрудничества между нашими странами возможно другие формы возможно другие формы но я убежден что Украина имеет один шанс выйти с этого положения путем сотрудничества Российской Федерации и мы нуждаемся в этой помощи от вас вы не разделяете эту точку зрения я не разделяю эту точку зрения посмотрите это молодежь впервые вышла не рекламная кампания люди вышли не помолчите люди вышли защищать подождите тогда были выборы тогда вышли все тоже молодежь вышла нет вышли все жители теперь вышла молодежь это ее будущее они так представляют свое будущее и это крах это система экономическая в Украине и это крах команды Януковича а перед молодежью если что не сбудется вот с этим светлым будущим у них все сбудется а кто будет отвечать отвечать кто будет Янукович а если не сбудется то что он предлагает Янукович будет отвечать а что если будет кто будет отвечать если крах нас Янукович я так понимаю В любом случае он должен отвечать за все. Понял, понял. Ваше мнение. Если перед молодежью нашей не сбудется, отвечат будут все. Вы тоже. И я в том числе. Ваш вопрос, что будет с Украиной. Я приглашаю вас на Евромайдан, и вы увидите, что с Украиной все будет хорошо. Хорошо, спасибо. Спасибо, подумаем. Вы поедете на Евромайдан. Я рад, что украинцы последовали примеру России, кстати говоря, в 2008 году. Ну, Путин тогда в Мюнхене не зря оговорился. Хватит смотреть с закрытыми глазами на Европу, что она вам все принесет и отдаст. И Украина сейчас, завтра, 100% не подпишет в Вильнюсе. А послезавтра, будет ли это Янукович или будет другой президент, она обязательно будет рядом с Россией. Понятно. Ваш прогноз какой? Что будет с Украиной? Вот прогноз очень простой. Тот договор, который предлагал нам Евросоюз, был для Украины не просто невыгодный, убийственный. Визы нам свободные не давали, колею требовали перешить под узкий европейский стандарт, кур и редиску с огородом запрещали производить. И огурцы правильной формы. А что будет дальше? А дальше будет очень простая вещь. Украина не вступит ни в Евросоюз, ни на данный момент не вступит в таможенный союз. Украина останется там, где она сейчас есть. Она будет самостоятельным государством. Вот прогноз такой. Завтра ассоциация не будет подписана Украиной. В краткосрочном плане Украине нужна Россия, чтобы не допустить краха собственной экономики и заткнуть дыру в бюджете. В долгосрочном плане Украина, несомненно, будет дрейфовать в сторону Европы. Она сейчас возьмет стратегическую паузу, будет торговаться. И от России зависит, как эту паузу использовать. Мы сможем что-то внятное предложить? Мы сможем какой-то разумный диалог начать? Не кричать, не ходи, ты туда не ходи, ты сюда ходи, как в известном фильме, а начать какой-то разумный диалог. Значит, сможем вместе идти в Европу, которая является нашей общей христианской европейской цивилизацией. Понятно. Не договоримся, не сможем. Не договоримся, не пойдем. Ваше мнение. Договор об ассоциации состоит из 900 страниц. И это отнюдь не список украинских товаров, которые вводят на европейские рынки. Это список обязательств Украины в рамках вот этой ассоциации. Что будет дальше? Вряд ли кто-то его прочитал. Завтра Украина не подписывает этот договор. Однако давление Запада на Украину, в том числе и Соединенных Штатов, не закончится. Вопрос... Это на самом деле вопрос украинской независимости. И действительно есть неоколониальные аспекты в давлении Европы на Украину, а более плотные ассоциации. И украинский народ достоин лучшего будущего, но он сам должен строить это будущее. Российская сторона действительно... Некоторые упреки обоснованы, и мы должны, те, кто так относится к Украине, отказаться от некоего пренебрежительного отношения к Украине. А украинское руководство должно перестать играть эту игру в торгу. Они не подписывают ассоциацию. Не подпишут, но давление со стороны Запада продолжится. И я боюсь, что все равно вот эта ситуация будет разыгрываться. Тенденция сохранится. Украинский народ. Господин Косин, ваше мнение. Я хочу наде... Ну, я, конечно, думаю, что завтра ничего подписано не будет, а дальше я надеюсь, что и президент Украины, и правительство Украины будут действовать в интересах своего народа. И если говорить об этом применительно к вашему вопросу, то это подразумевает в течение ближайших десяти лет очень тесный союз с Россией. В какой форме этот союз будет оформлен? Спасибо большое. Сегодня мы говорили о том, как будет развиваться ситуация на Украине. Сегодня? Сегодня день рождения Тимошенко. Сегодня день рождения Тимошенко. Наши гости поздравляют Юлию Владимировну. Мы тоже на это надеемся. Но судьба Украины решается не только судьбе Тимошенко, а судьба Украины будет решаться в ближайшие годы. Будет ли она вместе с Европой, вместе с Россией, или Россия и Украина вместе будут сотрудничать с Европейским Союзом. Как будут развиваться события, мы с вами увидим. Будем надеяться на лучшее. Это была программа «Политика». До свидания. Всего вам доброго.